Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Как всегда, с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на своем канале Высадули в огороде. И сегодня мы с вами будем говорить о чесноке. Скажете, наверное, скажете, ну, вообще-то, что сейчас говорить о чесноке, да? Как бы яровой чеснок нам сейчас рано сажать, еще март, вот, а зимой чеснок мы уже посадили, и что можно вообще рассказать о чесноке? Но, вы знаете, в общем-то, о чесноке можно говорить много и долго. И в данный момент я хочу с вами поделиться своей радостью, все-таки, как мне в этом году удалось сохранить чеснок. Сейчас конец марта, а чеснок как будто я выкопала с грядки. Очень много предлагалось способов. Предлагали в коробке его хранить. Хранила, не получается. Предлагали пересыпать солью, пересыпала, не получается. В общем, я перепробовала множество способов. И мне предложили один из способов хранить в стеклянной банке чеснок. Но, вы знаете, я раньше пробовала, но я по своей глупости взяла банку и закрыла крышкой. И, конечно, он у меня сгнил. А оказывается, чеснок надо хранить просто-напросто в стеклянной банке, ничем его не пересыпая, ни мукой, ни солью, абсолютно ничем. Просто главное его высушить хорошо, подготовить к хранению, сложить в банку, и он прекрасно хранится. Почему для меня стояла задача именно сохранить чеснок до весны? Просто, опять-таки, я хочу попробовать один эксперимент. Как-то на рынке я один раз у бабушки покупала чеснок, а чеснок она сажала, а зимой чеснок, но сажала весной. И она сказала, тот чеснок, а зимой, если посадить весной, и потом он очень хорошо хранится. И вот для меня была вот эта вот задача, все-таки, как же сохранить этот чеснок до весны? Это вот самое главное. Вот. И я вот попробовала этот способ. И сейчас мы вместе с вами посмотрим, как же сохранился чеснок. Это, конечно, у меня не одна банка, у меня их несколько. Они у меня стоят в зимнем саду, на верхней полке, в общем-то, температура там, я говорила, где-то 15 градусов. Вот. Влажность там, все нормально. В общем, чеснок сохранился очень хорошо. И сейчас мы с вами, вот я достану чесночину, вот прям, ну просто, вот первую попавшую чесночину. И мы посмотрим, какая она. Вот на ощупь она очень-очень твердая. Очень твердая. Сейчас мы ее с вами снимем с нее шелуху и посмотрим, какая же чесночина внутри. И хочу вам показать вот такое вот устройство. Для чистки чеснока. Вы знаете, когда я увидела в интернете, на китайских сайтах эту штучку, я посмотрела и думаю, ну как всегда какая-нибудь ерунда, как какая-то силиконовая трубочка может очистить чеснок. И вы знаете, насколько мое было удивление, чистится он очень быстро, тем более, когда у нас в заготовке, нам надо начистить много чеснока. И я вот буду прибегать теперь вот к этой штучке. Очень просто. Кладем чесночину вовнутрь этой штучки и вот так, как мы ее резкими движениями, мы прокатываем. И посмотрите, когда мы попробовали первый раз, дети сказали, о чудо! Видите, чеснок получается очень чистый. И давайте мы посмотрим. Оль, покажи нам, пожалуйста, что вот чеснок настолько сохранился, нет ни плесени, ничего, нет никаких вот таких всяких болячек, нет заболеваний никаких. То есть этот чеснок смело, смело можно посадить сейчас весной, в конце апреля. Давайте еще почище, прям нравится, прям захватывает просто, просто. Вот, этот чеснок я весной буду сажать на улицу. Вот, я его сохранила и буду сажать весной на грядку. Вот, посадки потом покажу. И покажу, как чувствует себя чеснок от зимы, который взойдет. Вот, чем мне нравится мой сорт, данный сорт чеснока, он, вот, я просто оставила, знаете, крупные луковицы я как бы израсходовала и оставила не очень крупные. Но если мы посмотрим, вот сейчас, вот есть зубчики такие вот, то есть немного, вот таких зубчиков очень немного. Бывает 4, 5, не очень много в самой луковице. Но если их бывает побольше, то они, конечно, вот посмотреть, видите, довольно-таки очень крупные. Так что, вы знаете, вот радости нет предела. Это опять огромное-огромное спасибо подписчикам. Это, вот, вы не представляете, это такое наслаждение общаться в группах, когда ты столько еще, я вообще узнаю столько нового для себя. Вы не представляете, что, в общем-то, и вот этот вот способ меня очень-очень порадовал. Так что я всем советую осенью его попробовать. Главное, просушите хорошо чеснок и хранить его в стеклянных банках. Хранится просто отлично. Ну вот, я вам достала любую чесночину, вот, результат вот налицо, да любую. Вот какую ни взять, вот она она, вот твердая, вот даже эту. Пусть она не очень крупная, но сейчас я вам опять ее очищу. Ой, штучка, ну просто супер. А нет никаких там требований именно в темном месте, высоко, в продуваемом? Нет, никаких требований я, в общем-то, не использовала здесь. Там продуваемое, как Оля говорит, там или высоко, или где. Вы можете поставить где угодно эти свои банки. Но я считаю, что, может быть, все-таки еще большую роль сыграла вот эта вот невысокая, может быть, температура в зимнем саду. Все-таки там 15 градусов. Поэтому я советую вам все-таки чеснок где-то хранить в более прохладном месте, а не так, как говорят там на верхней полке, да, на шкафчике, на кухне. Хотя можно попробовать и этот вариант. Я всегда говорю, пробуйте. Пробуйте и находите для себя то, что именно удобно вам для хранения, для посадок и, как говорится, для всего прочего. Я очень рада, что я добилась такого результата. Большое спасибо подписчикам, которые дают такие бесценные советы. Но, конечно, всегда все надо проверить. Поэтому я всегда говорю вам, проверяйте, да, доверяй, но проверяй. Вот на такой веселой и хорошей ноте я с вами прощаюсь. Как всегда, с вами была Юлия Меняева на своем канале Высаду Левогороди. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok